Мы поможем телом. Народная партия ОЛГА. НПДВК.КЗ Изначально, вот я вам расскажу историю, как было. В ноябре 2010 года Багаров подписал одно соглашение без уведомления коллектива, где районный коэффициент он хотел перевести в 25%. Районный коэффициент нашли. Вильная доля заработной платы составляет районный коэффициент. А он хотел это в 20%. Да, по закону мы должны перейти на 70-20, по закону. Но каким образом? В 70% не менее, основная заработная плата составляет не менее 70%. А в 70% мы требовали что сделать? Все наши 7 показателей оставить. Тарифную ставку, межразрядную, повышающую, премию, районную, доплату на отбаски. Восьмой показатель туда шел, отраслевой повышающей, это 75%. То есть 75% не меньше 70%. Оно может быть и 80%, и 90%, и может и полностью 100%. Разницы нет. Но мы соблюдаем эти рамки. И потом по закону, где есть ограничивающие рамки. Если мы работаем по международным правилам, ограничительных рамок нет в зарплате. Мы работаем по международной программе, интегрированной системе управления. Там нет ограничителей, сколько у тебя должна быть зарплата. Работодатель должен, наоборот, улучшать мое положение. Ну, не в рамки закидывать, я тебе даю столько-то денег, а прибыль, которую я ему делаю, он должен у себя наверху оставить. Нет. На то и состоит вот эта социальная партнерство, что вот эти вот деньги, прибыль должна делиться и к народу, и на социальные отношения, и на все прочее. Но, тем не менее, что сделали? Шангиреев, Аубакиров, Айтхуров на примирительной комиссии опять нас заткнули в 75%, 75 на 25% в эту формулировку, да? И помимо этого еще нашу зарплату раздробили на части. Что у нас осталось в постоянной части? Они еще придумали слово переменная часть работодателя. Переменная часть, это я сейчас скажу, дойду до этого. Это, то есть, составляет 25%, они говорят. В постоянной части что они нам оставили? Тарифную ставку первого разряда с учетом 1,8, не с применением, а с учетом. С учетом нельзя, нет такого слова с учетом. Потом оставили повышающие, межразрядные, оставили районную кофе. Доплаты на отбавки премию у нас ушла в переменную часть. Помимо этого, от премии 80%, от общей премии 80%, которая была заложена в Кулдоговоре 2010 года, он же действующий договор был, марте месяца. А на 80% вот там вся была заложена премия. Они из нее что сделали? Из 80% 33% премии нам они дают, а 47% где? Я это просто могу сейчас здесь нарисовать. Вот это у нас была действующая, действующая система оплаты трубора. 1,7 это у нас был районный кофе, 1,8 это у нас общая премия была, премия по ОМГ, да? Так, и вот здесь были также доплаты и надбавки. Вот это 1,2,3,4,5,6,7. 7 показателей это было. Это было до 1,07, 2010 года. Так, теперь что они делают нам в марте 2010 года на примирительной комиссии, то есть уже в мае окончательно, когда был подписан протокол, да, что они делают? 14,952 умноженное на 1,8, умноженное на 1,25, умноженное на 2,35, умноженное на 1,7, это районный коэффициент, да? Так, вот это, вот это, сама цифра уже, вот это, 14,952, она у нас должна была платиться по МСОТу, да? 2 года назад. 2 года назад. Они 16 скинули, значит, это нарушение? Да. Нарушение. На уходшение уже идет. Теперь что они делают? Это после примирительной комиссии? Это уже в мае месяце, в мае месяце. После заплаты. В мае месяце это на примирительной комиссии, тоже на примирительной. Так, и вот здесь премия у нас 1,33, это переменная честность. Доплаты на отбавки. Нормально. Фу, ёлки. А у вас донго? Вот эта сумма составляет 26,914. Вот она. Умножаем. 2 года назад МСОТовскую цифру умножаем на 1,8, отраслевой повышающий коэффициент. Умножаем на 26,914. 1,25, 2,35 и 1,7. Так, вот это у нас премия. Вот она стоит, 1,33. Вот это у нас премия была 1,8, ну 80%, да? 80% от 80-33, отними, сколько будет? 47? Да. Вот, 47% премии, да? Угу. Где-нибудь она в показателях сидит, кроме тарифной ставки? Вот здесь вот эти показатели, и вот здесь эти показатели. Где-нибудь вот эти 47% премии вошли? Изменились эти показатели? Нет. Так же? Какой-то. И куда эти деньги делись? 47% премии. На эти деньги были скуплены наши же активы, акции у рабочего населения. На эти же деньги были заложены эти ценности, там не знаю сколько процентов, рать не буду, а это активы уже НК Казмуна и ГАЗ. Это миллиарды, это миллиарды, на эти же деньги крутятся всякие офшорные операции, уплывают, вот у него есть где-то свой счет на Багамах, вот туда эти деньги уплывают, через офшорные предприятия. Оборудование. Все? Или офшорные банки, или офшорные предприятия. Вот эти деньги, это очень большие деньги. Сейчас что мы требуем? Мы требуем вернуть вот эту тарифную ставку текущую, которая была у нас в 2000, да. Но сейчас она, если индексацию мы на нее делаем, мы умножаем на 1,07, да, ежегодную индексацию. Она у нас в итоге получается 18,004, по-моему. Это уже в 11-м году. Это 2011 год, да? Вот это, вот это, вот это районный концент. Премиум мы требуем вернуть сюда, опять назад. Премиум общая, больше 100%. И помимо этого 1,8. Не к тарифной ставке, а сюда. К среднемесячному заработку. К среднемесячному заработку, если мы 1,8 поставим, здесь зарплата, ой-ой-ой, как вырастет. А если к тарифной ставке мы поставим, то она уже здесь будет просто ограничена. Будет ограничена, в ограничениях сидеть на 1 год. Но она там завтра поднимется через год. Исчет нет. Нет, она поднимется, эта тарифная ставка. Если мы ее посадим сюда, 1,8, да, здесь будет 30 с чем-то, да, она дальше поднимется в связи с индексацией, да. Но нам выгоднее вот этот 1,8 к среднемесячному заработку взять. Почему? Потому что здесь 1,8 он будет умножаться и на доплаты, и на надбавки. Вот она сменная, вот он сменный, да, ночные, сверхурочные, праздничные. Это какие деньги будут? Имбирь. Имбирь мы зло можем. Вот этого сейчас ничего не платится нам. Ничего. Даже вот этого, вот этой цифры у нас сейчас нету. Сейчас хватит, получается, вот этого. Даже вот этой цифры у нас нету. Вот она. Вообще вот эта. 26,914, они что сделали? У нас, у рабочих не должна быть окладная система. У нас должен быть тариф, тариф. Это ИТР состав охладного труда. Тариф, ИТС у нас, единая тарифная секция для рабочих, потому что у нас неквалифицированный рабочий труд. Неквалифицированный. У нас наша работа подразделяется, наш труд подразделяется на тариф, на манификацию. Тариф первого разряда, тариф второго, третьего, четвертого, но у нас тарифа первого разряда нет, второго есть, уборщица. И вот с нее начинаем плясать. У нас нету должностей. Мы без образования люди. У нас идет тарификация нашего труда. У нас должна быть тарификация, но не окладная система. Окладная система уже это для ИТР. То есть у него уже диплом, у него есть должность, он приходит на работу, он уже инженер. Он не рабочий инженер. То есть уже здесь, как говорится, положение по себестоимости работы человека выше. Диплом все-таки диплом. А неквалифицированные рабочие простые руки, это простые руки. И для этого, что они нам сделали? Они нас просто-напросто, обманным путем завели в окладную систему. А кладная система, она включает в себя часовую ставку. Часовую ставку они умножают 1,8, отраслевую повышающую. И все из-за этого кажется, что они нам его платят. Вот у меня сейчас часовая ставка моя 931. И они все ура-ура, мы тебе платим 1,8, районный коэффициент. Все сюда зашло, и 1,7, и 1,8. Убрать вот эти две цифры сюда, поделить, у меня от часовой ставки вот это остается. Ну, запомни, да, Алья, да? Алья, Альян. Альян, любая зарплата начинается откуда? С часовой ставки. С голой часовой ставки. Поняла? То есть работодатель, ты нанимаешь меня на работу, ты говоришь так, за один час работы я тебе плачу 200 тенгет. Ты согласна? Я говорю, да, я согласна. Так, ты у меня будешь работать 8 часов. Правильно же? За один час работы 200 тенгет, но ты у меня будешь работать 8 часов. 200 умножаем на 8, 160, правильно? Дальше идем. Я работаю там у тебя, например, в месяц 21 день. 160 умножаю еще на 21 день, правильно? Вот с этого начинается зарплата. Но не с того, что на часовую ставку надо засовывать 1,7, 1,8. Это неправильно, это незаконно. Они не зависят от этого. Только мы это вот там. И где в законе, вот здесь, как Соколова мне объясняла, где я не смогла доказать, она мне за 5 минут доказала, по 122 статье нет ограничений, нет связки, да, чтобы на тарифный став, на этот долбанный сот. Вот он наш сот, да? Это у нас сот считается свой раз 2010 года, да? Почему вы допустили сюда посадить? 1,8. И почему вы допустили спуститься вниз на ухудшение? Вот эту цифру даже из этих людей никто не знал, откуда эта цифра взялась. А Шангиреев с Аубакиром что сделали? Шангиреев завел в туалет ребят, примирительную комиссию. Все вот, здесь есть ребята, да? В туалет зашел и говорит, так же, Гитлер, он Алтамон больше или Жерма Алтамон больше? Естественно, что больше? Лет 6. А откуда эта цифра, никто не знал. Никто даже понятия не имел. И все думали, во, нормально, во, как поднялась тарифная ставка. Изначально я была против этой тарифной ставки. Ну, Миша Абгиреев как сказал, Хайт Куловым, да? Если ты, короче, сейчас будешь здесь вонять, мы сейчас выйдем перед народом и скажем, что ты, а Жигалиева, 1,8 народу не даешь. Вот так. Ну вот, я подписала за эту тарифную ставку. Почему? Потому что я думала, вот здесь, да? Вместо 16, 862, да? Черт с ней, пусть стоит 26, 914. Остальные же показатели остаются. В марте месяце я подписала на 26, то есть тарифная ставка первого разряда. Остальные показатели по зарплате еще стояли, все живые наши, еще зарплата живая была. В марте. Ну, в марте месяце они вот эту тарифную ставку не применяли к этой зарплате. Они ее начали применять в июле месяце, с 1 июля. 4 показателя. 4 показателя. Хотите нам помочь, пожалуйста, помогайте. Помощь какая реальность, скажите? Реальная помощь это оповещение через СМИ. Это уже идет? Это через СМИ, буквально во все точки, там СНГ, ПСНГ, за рубеж, марубеж, по всем этим, по всем каналам желательно. Через все российские каналы, западные каналы. Казахстан, Хабар, навряд. Международные, нет, казахстанские, ладно. Через международные независимые простые юзы. Через них даже, вы просите, как бы, помощь от Европы, да, получается? Пускай убойцы, знаете, мы же члены убойцы. Наши государства состоят где? Убыцы. Она и председателем была прошлого года. Мы имеем право по конституции. Обращаться к ним и просить у них помощи. Если убойцы не будут смешиваться и помогать, значит убойцы тоже продажные купленные.